приветствую как обычно играем поздно ночью пытался словить конфедератов покрепче были где-то 2 или 3 игрока конфедератов со статистикой более 90 процентов побед а вот шестнадцатого и семнадцатого ранга пошел с восемнадцатым рангом но к сожалению дали семнадцатый ранг и в принципе неплохо оппоненты не простые вот тем более против восемнадцатого ранга довольно тяжело играть выхожу я с развертки в море конечно пинг у меня не самый лучший но пара секунд я в запасе поэтому нормально с развертки в море понимаю что не надо упарываться за вот этим контейнером отдаю нейтральный конфедерату и пытаясь как можно быстрее забрать вот вот эти ящики чтобы построить как можно быстрее цески так надо их добавлять кстати вот одна цеска вторая цеска и бы понимая что на морских картах или например на больших картах можно дать пару ящиков но зато построить больше центра снабжения чтобы экономика была получше ну и сразу выхожу в красное снабжение понимаю что в верфи построены довольно-таки поздно да есть две дельты но я все равно скорее всего забираю этот контейнер 1 2 3 ящики отдаю напарнику потому что понимаю что мне они скорее всего уже не нужны здесь всего лишь три центра снабжения второй уровень штаба предполагаю ну тут я естественно накапливаю койотики накапливаю стрелков чтобы забрать вот это большой ящик очень большая ошибка со стороны оппонента надо было делать это все быстрее на бусте голд разведки забираю вот эти все-таки два ящика тельты вышли поздно и даже не пытаясь с ними сражаться потому что мне это неинтересно небольшая разведочка ничего здесь нет пару крепостей но зато я забрал большой контейнер тем временем у меня уже экономика значительно лучше стало то есть я очень сильно опережая противников мини раш не удался разведка тут только сейчас появляется возможно третье или четвертое цеска то есть это очень поздно у меня уже аллигатор добавляя себе игуарчик и как вы видели возможно по моим ресурсам сильная упал по зеленым кредитом ибо потратил их на ускорение левиафана тренировочку против героев я покажу чуть чуть попозже довольно интересное будет сражение тут я вижу торпеда тоже появится торпедка и соответственно я понимаю что она смотрится вряд ли стоит что-то предпринимать в принципе можно но противники также могут построить зевсы там градовых это все мясо поэтому я выхожу в четвертый штаб его мне хотелось посмотреть на что способен левиафан тут торпеда вообще непонятно зачем стоит ну ресурсов реально мало у зеленого игрока он только-только выходит следующий уровень штаба у меня уже 4 то есть просели по ресурсам очень сильно противники будут какие-то дельты появляются пушка у союзника было всего лишь три центра снабжения когда он забрал вот эти ящики я специально ему отдал ибо ну по ресурсам у меня значительно все лучше забираю всю свою армию чуть-чуть подрашивать может быть заставить оппонента построить какой-то деф тем более неплохо было бы забрать вот эти крепости ну и сразу гоню своего юнита ящик почему бы не забрать его дельта меня разведают видит героя четвертого штаба и думаю оппонент уже понимают что а-та-та так отлично подхожу я горчиком отступаю тут вообще какой-то мусор но все-таки зевс появляется уже неплохо так ящики оставлю напарнику заберу вот здесь то есть оппоненты очень сильно просили по ресурсам здесь до сих пор 6 центров снабжения но я тут вижу викинги то есть ну на самом деле можно было поиграть зеленым игроком скорее всего 18 ранга я тем временем не забираю вот эти ящички и выхожу в третий уровень героев ибо мне было прямо интересно что они себя покажут но тут к сожалению не до контроль викинги просто ушли назад то есть надо было принимать бой танковать викингом урок с этим вольте большой у аллигатра вот ну тут реально прорыв где верфи но неправильно это делать надо как можно быстрее больше ресурсов собрать и как можно больше викингов построить потому что у тебя по-любому ничем не зараж там зевсы вертекс и от двух игроков тут тоже появляется викинг именно поэтому я и не собирался пробивать но викинг 16 ранга хотя нет тут урон поменьше скорее всего 18 ранга именно синий игрок либо у него лучше прокачан викинг что конечно сомнительно тут уже есть зевсы у меня уже почти full кло добавляю себе гренадёров разведали оппонентов появляется но тут уже к сожалению пробитие 11 минута дальше мы контракта будем делать в принципе вот они вертексы вроде бы они есть но если бы было бы восемь вертексов то результат был бы конечно другим пару положек 8 вертексов и аллигаторы в принципе бы упали тут там 3 те же торпедки я бы их не пробил бы ну ладно иду в атаку у меня тут герой кстати играю на красных густах ибо никакого смысла не было долгить я понимал что шансов у оппонентов попросту здесь нет ну естественно здесь пробитие не знаю кто здесь ранг на самом деле все по туманам щита нет герой подкачала его очень много ресурсов потратил много ускорений да но летит ракета не очень быстро ну как то так и на этом моменте принципе пробиваем я похожу с моря торпеда не прокачано к сожалению ну и таким образом заканчивается сражение постараюсь я как можно быстрее записать три боя 2 на 2 который у меня есть тренировочку против героев ну и собственно говоря видео как я качаю данного героя ну как то так очень быстрое развитие но шансов у оппонентов не было даже если бы я не пошел бы в атаку там пару торпедок бы воткнул аллигатор и есть аллигатор и союзника и думаю что героя моего синий игрок бы ну никак не выдержал но далее мы будем доказать